Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Что у тебя тут? Ну, я как бы уже почти десять дней у вас живу. Не знаю, ну и что? Тебя разве выгоняют отсюда? Я гоняю, но вот позавчера вы сказали, живи сколько хочешь. Мне никогда в жизни никто такое не говорил. Да, но интересно, вместе живем. Работу тебе нашли, что ты там будешь делать один среди зимы? А тут ты каждый день слышишь, сколько слышишь? Здесь интересно, да. Утром только, каждое утро два с половиной часа почти. Ну, больше двух часов запись ведем. Ну, я хотел спросить у браки, может, ну, какие-то ко мне вопросы, потому что вы сказали, может, жить сколько хочешь, а я не знаю, сколько могу жить. Хоть сколько, до самой весны. Я наоборот раз, что ты мне сейчас помогаешь по отделке. По отделке помогай, вопросов даже нет. Сам ты для себя сколько ты имеешь, сколько слышишь-то? Да. Плитку начал класть в первый раз. У тебя еще вопросы какие, или что? Да, есть. Ну, давай. Никита, у тебя есть к Роману вопросы? Да, может, какие-то там, ну, такие по бытовым моментам, нет? Нет, нет. Не надо ничего. Ну, ладно, давай, слушаю. Вот, ну, то есть, это очень мне приятно слышать такое, что можешь жить сколько хочешь. Ну, я это понимаю как, что ко мне очень большое доверие. Во-первых, я благодарен вам за то, что вы были ходатаем, когда я крестился, потом вы ходатайствовали, когда я решил поселиться в Потеряевке. То есть, я, то есть, высоко ценю вас и преклоняюсь пред вашими трудами, понимаю, что вы человек-то Божий. Вот. Ну, вот, вопросы, вопросы-то такие у меня. Ну, какие? Вот, например, до приезда моего сюда, мы уже-то с вами знакомы два года. Да. Ну, у вас были какие-то, например, подозрения со стороны? Потому что я-то себя не вижу и-то не слышу. А со стороны как я выглядел? Может, я какие-то... Да никак. Вот, подозрения какие-то были? Никаких знакомых, никаких подозрений на тебе ничего не было, вообще даже не было. Верующий человек принимал крещение, я бы тебе неужели, думаешь, подозрения было бы не сказал. Если бы мы жили вместе, вот сейчас мы поближе стали, тут я уже могу что-то сказать. А там-то я тебя знал, ты, говорит, где я тебя издалека видел-то. Я тебя и не знал, считай. Только то, что ты хотел приехать в Потеряевку, вот это я знал. Ну, еще давай. Вот, ну... Так, что? Я вот, любимый ваш ролик там, любимый ролик, ну, один из любимых там. То есть, ложь губит все. Какой? Ложь губит все. Я закачал и часто там слушаю его. Да. Вот, и хотел бы поговорить как бы о лжи. Ну, и мы сегодня утром записывали там, то есть, события. Ну, и вообще, то есть... Вот. Как называется человек... Вопрос такой. Как называется человек, который легко принимает ложь? То есть, ему скажут, он поверил и все. То есть, как называть-то его? Ну, как можно сказать? Легкомысленный. Ну, дело тут другое, если так вот смотреть. Если он ложь эту защищает, то это уже беда. Если он узнал ложь, поверил в ложь, а потом защищает. Ну, бывает, не знал. Он сказал, что машина стоит столько-то. Он солгал, но не знал. Говорит, я узнал. Говорит, оказывается, это другая марка была и не об этом. Как на работе, говорит. Один пришел и говорит. У начальника-то какая? БМВ, говорит. Да вчера, говорит, выиграл вторую машину, говорит, выиграл-то. А там сидит бухгалтер, говорит, да не так, говорит. Это не он, говорит, а его сын. И не выиграл, а проиграл. Отцовскую машину, он сегодня пешком, говорит, пришел. Так что слухи бывают, где-то солгал и даже не хотел это. А бывает так, что человек восстает против общего мнения какого-то, как будто у него дано общее, что где общее для всех. Как святые говорят, об этом даже не разговариваем. Мы принимаем так, как есть. Но если человек, например, по неведению своему, он принял ложь, но он не знал, что это ложь, то есть он поверил. А потом эту ложь распространил. Как такое назвать? Ну, хоть и как. Плохо. Молиться надо, чтобы Бог приняли от него или не приняли эту ложь. Вопрос такой. А если приняли и просто сказал где-то, значит, надо там же выступить перед народом и сказать, я не знал виноват, но такая ли это ложь? Какая-то это, умышленно такая, как у Рокфеллера. Он умышленно там стоял и говорил, победил Наполеон, а он как раз потерпел поражение-то. Ну, у него там эти разные там дебиты, кредиты подскочили, он стал миллионером. Стоял, ждал. Умышленно, солгал. А если, ну, просто по доверчивости, по глупости, по необразованности какую-то глупость принял, а потом уперся не отдает, это уже очень тревожно. Это означает, всякая неправда есть грех. Дальше, дьявол есть отец лжи. Евангелие от Яна 8,44. Это, значит, дьявол уже обуревает душой. И за этим обязательно пойдет второй грех, склонность к убийству. Вот человек, убийца и лжец. Эти два греха вместе идут. В одном стихе они стоят. Это опаснейшее состояние. То есть где-то у него гнев будет, умышленно-неумышленно, что-то вот такое есть. И поэтому надо как огня бояться. Сказали, обличили, отолжи и отгребайся. Потому что, мы сейчас считали, вор и лжец оба погибнут. Но вор лучше. Я его боюсь. А лжец сегодня солгал, завтра солгал. Ему доверяют, прощают. Ну, вор лучше, чем лжец. Но оба они погибшие. Поэтому во лжи только раскаиваться. Ложь самая незначительная. Она дьявола. Никакой лжец в царствие Божие не войдет. Вот что страшно. Это читаем его откровение 21 главе. Никто, чародеи, лжецы, прелюбодеи, все будут в аду. В моей жизни был... Ну, Господь попустил. Я благодарю Господа за каждую секунду своей жизни. Да. Вот я недавно разговаривал с близкими людьми и говорю, вот если бы мне, например, кто-то дал возможность, Господь сказал, ну вот опять, с 20 лет проживи свою жизнь. Что бы ты хотел изменить? Я ответил. Говорю, я ничего не хотел изменить. Я за все благодарю, потому что я нахожусь в том месте, которое мне очень нравится. И я считаю, что оно ближе к спасению. Очень близко. Поэтому роптать на там какие-то моменты. Но было у меня в жизни как. Мои очень близкие люди, которых я любил, они как бы лгали мне. Много. Потом эта ложь открылась, но это очень больно. Действительно, ложь. Тебе нравилось, что делали? Лучше бы обокрали. Лучше обокрали. Так и здесь. Как огня бойся. Неважно, какая ложь. Ты узнал в интернете, про что-то прочитал. Эту ложь закрепил и другим несешь? Ты лжец. Распространяешь, заразу. Сегодня всякую пакость пускает и умер, потому что лжец отравляет троих. Того, кто слушает и того, кого он осуждает. Вот к Сократу, говорит, подошел один и говорит, я знаю, что узнал такое дело про вашего друга. Хотел сказать. Он говорит, скажите. То, что вы узнали, это достоверно? Он говорит, я не могу сказать так. Так, ты пришел мне рассказать про моего друга то, что ты не уверен, что достоверно. Дальше. Ты не знаешь, что это теперь. Мои отношения с другом улучшатся, когда я узнаю? Или я буду подозрительно относиться? Нет, не улучшатся. Итак, ты пришел мне рассказать про моего друга. Не знаю, правда это или неправда. И мои отношения ухудшатся. Ну и дальше ему третий вопрос поставил. Такое еще, что и люди, когда услышат это дальше, они ко мне лучше будут относиться? Нет. Он все снова перечислил. Так надо рассказать. Он повернулся и пошел, не стал рассказывать. Ты вопросики эти подставь. Что из этого проистекает? Из-за лжи всегда проистекает ложь. Она тянет за собой. Тянет. Потому что самое главное лжецы на земле это волшебники. Волшебники, они лгут Бога. Нет, они что-то могут делать. А это связано с волшебством. Ложь. Непрерывная ложь. И поэтому, если узнал это, я не знаю даже какую-то, допустим, историю где-то. Узнал, что не так. Поверил. Доказали. Все. Все. Больше не повторю никогда. Прости Господи. И все изгладилось. А если еще... Вы считаете, что я вот сейчас нахожусь с вами здесь рядом. То есть это правильный мой выбор. Все. Да. Как положено. Ну и я так же вижу. Я еще могу сказать. То есть у меня были такие моменты, когда мне говорили зачем. Или там даже говорили секта. Я видел это сердцем. То есть я никого не слушал. Потому что я это видел. Это говорить даже не надо. Такие вопросы. Это понятно. Тем более ты, видишь, понравился с каким имуществом приехал. Там разные инструменты. Начал работать. Нам не хватает таких людей. Мы даже кое-что убирали деревья. Я ждал, когда ты приедешь. Но потом сами начали пилить. Вручную и все повалили. Так. Еще что? Так. Ну хотел бы... То есть утром я-то снимал события дня. Утрешние. Ну и вы переводили перечень. Перечень там. Перечень там. Да, да. И ну и говорили. Это вы так как бы мне задавали почти вопрос. Но я не мог ответить. А вы можете достать перечень? Сейчас. Ну это я уже в архив отправил. А зачем? Ушло в архив? Ну у меня архив отдельный. Ну я снимая даже увидел много лжи. В чем? В том, что снимали? В перечне там. Ну а что ты там увидел? Ну просто надо достать то. Во-первых, ну я не знаю какого года данные. Вы там смотрели какого года данные? Нет, я не смотрел. Ну может устаревший. Потому что лет пять назад. Да. Лет пять назад по телевизору. Я еще тогда смотрел телевизор. Передали, что где-то там в каком-то месте родился семимиллиардный житель. Ну. Ну как там они вычислили? Ну может быть лет пятнадцать назад было ничего тут особенного. Но я имею ввиду, что даже вычислить по этим данным, которые были, даже… Вопрос нет. За это не держусь. Я просто говорю, есть такие данные в интернете, они дали. Мне разницы нет. А если скажешь 10 миллиардов, для меня разницы нет. Никакого. Я их не беру просто во внимание. Но это дает данные ООН, Всемирная Организация Здравоохранения. И поэтому не верить уже нельзя. Там стекаются все данные из ста девяносто четырех государств. Более полная информация. Если там не принимаем, то у нас вообще ничего нет. Ну, десять лет назад было. Какая разница? Мы узнали, что сколько самоубийств, сколько рождается, сколько умирает. Процент тут остается. Просто по этому вопросу, то есть это сложно даже… Про семь миллиардов я слышал. Вот в Барнауле говорят, вот столько-то, столько. Я сейчас посмотрел, это шестьсот пятьдесят тысяч. А говорили уже под семьсот. Значит, семьсот нету. Шестьсот пятьдесят примерно. Оно все меняется. Если никаких данных нету, говорят, с Жамалунгу там восемь километров столько. Самая глубокая впадина – одиннадцать километров. Откуда я знаю? Я беру оттуда. И наши все знания в школах, в университетах. Мы берем знания, которые нам дают. А тот, где он сам во впадине не сидел, на воршину не поднимался, он тоже берет отсюда. У него только больший доступ до информации. Но сейчас-то интернет есть, я и без него найду. Ну, конечно. Но много вот такая информация. То есть ее проверить, можно сказать, практически невозможно, если… Никак не проверишь. Никак. Вот они говорят, что человек имеет столько-то хромосомы или столько… семьсот тысяч колбочек в глазу. Что, я их считал, что ли? Вот. Ну, а когда преподают сейчас в университете, им так и преподают. Преподают. А других данных вообще не существует. Вот там сделали пересадку сердца, какая аорта, допустим. Откуда я знаю? Сколько костей в человеке? Я врачам задавал, они говорят, они всегда даже одинаково. Перечисляют до одной косточки. Все кости, все части тела растут, кроме одной. Наковальный молоточек в ухе. Как родился, такой остается. Иначе бы у нас сейчас бум-бум-бум было бы. Голос не узнали. Вот как Бог сделал-то. И нос, и глаза, брови. Все. Увеличивается, когда ребенок растет. А там внутри у него в ухе наковальный молоточек стучит, который остаются в том же положении. Ни на миллиметр не вырастают. Чудо Божье. Чудо. Ну, я поверил. Я с медицинским работником встречался, с высшим образованием. Они говорят, да, это так. Вот, допустим, подаю я мазь эту мумиё. Три версии. А чего оно? Там, когда пастухи заходят, разжигают костер, и оно вытапливается. Там летают мыши, экстременты их. То есть, оправляется. Что другие говорят, это выступают корешки деревьев, вытапляется из них. А третьи там еще говорят, это от птиц, а первые от мышей. Поэтому сомнительные. Я сказал, пить нельзя, мазаться можно, чтобы не пить то, что ты не знаешь. Очень полезные, нужные. У нас один, он работал, или как сказать, тренером у альпинистов. И на его арест они там пошли, четверо, и он там лежит сейчас. Буря начала, они все погибли. Наш, его теща наша была прихожанка, Шевченко Николай погиб. И он у меня продавал. А из чего оно, да Бог его знает. Главное, у меня сестра болела остимелитом-то. И достали, и она выздоровела. И сейчас жива еще. Вот, это я знаю. Ну а да, спросит, а из чего, да Бог его знает. То есть, то, что неясно, проверить нельзя, никогда не буду оправдывать. Но я знаю, что других данных нет. Эти данные, они основаны на чем-то. И смотрели, проверяли, узнавали структуру. Ну и все. Иногда считают это от трупа животных. Да кто его знает? Вот так. Что еще? Ну, это не является неправдой ложью. Никак. Это данные, какие есть. Данные устаревшие. Я не посмотрел сколько, может лет 7-10 назад. Ну может быть, потому что там еще нет этого. Да. Но я почему точно помню? Потому что я это услышал по телевизору, потом я еду за рулем там. Ну и мне друг звонит один. Ну а я любил подшучивать, я поднимаю телефон и говорю. На земле, говорю, 7 миллиардов людей. Почему ты решил именно мне позвонить? То есть, он сразу не понял, а потом урубился, говорит. Ну ладно, что еще? Ну и об этом. То есть, о нашем-то. Хатабыч, это вы уже выпустили-то? Да. Выпустили. Показать? А я сейчас покажете. Да. Да. Я-то потеряю как-то его сначала. Показал брату Виктору. Ну, он болезненно воспринял, и я понял, что... Я думал как? Думаю, ну это должно на репутацию-то... То есть, я думал о репутации даже общины и канала. Я молился и думаю, может... Ну, то есть, это не надо, я так думаю. Ну что, подумают, больные люди здесь собрались, да? А боги говорят и здесь... То есть, это все-таки большая бомба. Поэтому я ничего не выпускал. Я говорил так, Господи, да будет воля твоя. Но прошло больше месяца. Да. Вы уже меня ждали, я так понял. Я же зашел сюда, в ваш дом, я же не начинал, правильно? Да. Хаттабыч, это кто? Вы-то запустились. И потом у нас начался разговор. Угу. Ну, сейчас... Ну и... С ним-то я уже два года, то есть. Я почему-то задаю вопросы. То есть, вы со стороны видите, что я какой-то неадекватный, или раньше был, или по другим вопросам, или я может... Одна минута, 21 секунда. Да, ну сейчас, сейчас запустили. Индия находится почти на... Давай. Индия находится почти... Давай, давай. Говори. Вот. Два года назад, за два года, за два года, очень материалов много я набрал. Поэтому я очень адекватно подошел к этому вопросу. Очень хорошо изучил. И вот это, когда я вам показал эмблему ООН, ну какой смысл им на эмблему ставить? Такую развернутую карту, истинную. Правильно. Потому что, если сравнить с другими картами, или с глобусами, то есть... Они бы могли просто поставить там глобус. Логично. Вы им зачем приказывать? Они так сделали. То есть, они глобус поставили, с той стороны не было бы видно, какие государства. И надо все государства показать. Это всегда так делается. Они знают. Ну знают. Они знают правду. Я это видел... Это мировое правительство. Мировое правительство. И я не один. Это мне не приснилось ничего. Я ж оттуда черпал информацию, как и вы. У нас с собой карта была, на которой Америка. Все вот так вот. Никакого глобуса. Развернули, чтобы видно было. На одной карте. То они развернули. Но вот именно на эмблеме ООН, они сделали правильно все. И они это знают. Откуда ты-то знаешь? И уже тысячи людей. Тысячи людей. Ну просто вы... Что тысячи? Вы немножко расстроились. Так о чем тысячи? Поэтому тысячи людей знают об этом. О чем? О том, что земля плоская. И не крутит. Это ты знаешь от Хаттабы сейчас. От демона. Это только от него можно узнать. Натуральный. Больше ниоткуда. Больше ни на кого. В интернете ты больше не найдешь лучшего учителя, как Хаттабыч. Ну давай посмотрим. Единственно прав. Вот это его слова. Он прав. Потому что он лжец и отец лжи. Насчет китов и черепахи. Он отец и отец лжи. Мне больше нравится, как мальчишка отвечает. Когда он от него чары отнимает, он уже вздрогнет вот так вот. Смотри. Индия находится почти на самом краю земного диска. Индия находится почти на самом краю земного диска. Диска? 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 Севера и Запада. Индия ограничит со страной, где проживают одни пляшевые люди. Севера и Запада. Индия ограничит со страной, где проживают только одни пляшевые люди. СМЕХ 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 Ну что ж, Костыльков, ты правильно излагаешь, так сказать, географические взгляды древни. Но ты, конечно, знаешь, что земля не диск, а шар. Если бы земля была шаром, то воды стекли бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. Воды бы стекли с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. Земля же имеет форму плоского диска, и омывается она со всех сторон величественной рекой именуем океан. Земля покоится на шести слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки. Самое главное... Древней науки. Не древней, а единственно правильной. Не древней, а единственно правильной. И индивидуально. Ты когда маленький был, тебе он уже там всадил вот это вот, а ты выросла, все это осталось. Какой? Два года назад я еще верил, что земля круглая. Ну можно вот этот видеоролик, который там мы уже говорим, и там я бы хотел отзывы, там вот появились интересные отзывы. Сейчас не надо, потом посмотрим-то. Ну почему там пару штук-то? Ну где, давай, ищи. Ну вот где, на нашем канале. Ищи, сейчас. По свете Библии нажми. Я уберу его. Ну где? Во-во-во-во, второе, вот это, да, нажми. Вот это? Да. Ну давай. Что-то оттуда огромное. Отзывы прочитать. А, подожди, отзывы. Они сгорают, трения. Ну-ну-ну. Ну еще. Так, ну это надо удалить вам, это какой-то матерщинник. Вышли. Потому что тут что-то, это какой-то безбожник, тут ругаются. Да, да, да. Это его просто убрать отсюда. Вот пишет человек, но это тоже, ну не знаю, фотографии нет, да. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Иоанна 5, 39. Разве не это главное делают Роман и Игнатий Тихонович? Это и есть самый верный курс. И даже Марк Твен их в этом не переубедит. А по сути это спор как о Фериокве. Для верующего ничего не меняющий. Поэтому... Что там? Дальше еще нету. Дальше еще нету. Так, ну этот вы приводили, да? Ну да. Одно дело исследовать Писание, чтобы обрести жизнь вечную. Другое искать подтверждений своим человеческим мундрованием. Хорошо. Земля плоская. Как это влияет на моего внутреннего человека? Ну да. Когда в этом случае тратится душевная сила и время Романа. Куда в этом случае? Да. Ведь очевидно, что... Кстати, ну что-то оборвано, я не знаю почему. Что-то обрывает. Куда тратится? Тратится, если мы ищем подтверждение у человека, пусть самих нравственных и ученых, но не верующих, безбожных. То есть ищем подтверждение своим человеческим мудрованием. Ну да. Роман как раз сделает наоборот. Полный внутренний разворот от того, чему его всю жизнь учили в школе. Чему тебя учили? И куда ты разворот это сделал? Разворот в ворот. А? А? Кто говорит? Он под этими бухами-то и спрятался. Никого нет. Это демоны. Но неизвестно. А? Да кто говорит? А ты даже не видишь, что. Он в портрет залез и оттуда говорит, бородой трясет. Ну может быть. Ни имени, ничего нет. Ну зачем ему прятаться-то? Это хаттаб еще сидит. Так. Лживое племя. Всякая ложь от сатаны. О том, что земля шар, верят все, независимо от религии, буддисты, мусульмане, все семь миллиардов до единого. Нигде никогда не учат и так понятно. Вот сейчас самолет делал кругосветное путешествие. Как кругосветное? По кругу идет? Нет. Не меняя курс. И показано, как вернулся на свое место. Все. Ни одного спутика. Плохо. Плохо, что вы техники не понимаете. Они ничего не разбираются в технике. Солнце на сколько от земли отстоит? Ну, по этим данным, которые, ну, противоречат общим, то есть официальным, 6 тысяч километров. Что 6 тысяч? Солнце от земли на 6 тысяч километров. Ну, я не знаю, какая температура на солнце. А какая температура на солнце? Это тоже нету. Нету. 6 тысяч километров. Ну, то есть оно низко, потому что... 180 миллионов. Потому что если было бы 180, луч бы шел прямо вот так. В землю упирался. А так он вот так расходится. А вот дальше там, если идти, то там разреженный воздух или там твердое что-то есть, куда ракета падает и ударит все назад? Ну, судя по тому, что самолеты, все-таки летчики летают и маски надевают, там разреженный воздух. Разреженный. А где потолок? Поэтому не... Когда ракету вот сделали, ну, неофициальные какие-то инженеры соорудили ракету, которую я показывал, напичкали ее камерами, то там зафиксированный что-то 300 километров. Они там в мире приводят, это англичане, европейцы какие-то. Ну, ну, ну. То есть 300 с чем-то километров от земли, то есть они ударились. 300 километров, и оно ударилось в потолок и упало, да? Да, оно свалилось. И все заснято. Я тебе говорил, что... Несколько раз заснято. За то, что первую ложь ты принял, он тебе Хаттаб еще ее дал, теперь у тебя целая приеда. Нет, должно быть куча доказательств. Дальше целая цепь тащится. Надо доказать, что разрежено пространство, а там потолок твердый, ракета ударилась, повернула и упала назад, да? Да. Да. Вы же когда... Одна твердой какой твердости? То есть ракета ее пробить не могла? Твердь. А? Там твердь, понимаете? Твердь. Очень твердая. Ракета не может пробить там. Не может пробить. То есть там вверху прямо ракета. На сколько километров? Все. Даже есть данные, что пробовали ученые взрывать там бомбу, они думали взорвать эту твердь. Но не получилось у них. Не получилось. То есть ракеты их не первые. Почему? Они ударялись и падали. И падали назад. А на какой высоте эта твердь? Ну вот я говорю, там данные, что 300 с чем-то километров. 300 километров. Но возможно, что... Ну да, 300 с чем-то. Возможно, что по центру выше там или сбоку где-то. Потому что сама твердь, вот как купол, как шатер. Вот написано в Библии... А если шатер на земле где-то ближе был? Разбинулся как шатер. И на окраинах земли этот шатер упирается на лед. Вот этот такой шатер. Раз. И много снимков, кстати, есть. И все вот эти новые правительства, масоны об этом знают. Да, да, да. Это оттуда у них выскочило это. Мюнхаузен ты. Мюнхаузен. Я думаю, что ты ничему то, что болтаешь языком, не веришь, а просто охота потрепаться. Нет, я верю. В это верить нельзя. Это значит, ты абсолютно веришь в абсолютную ложь, о которой даже говорить не надо. Ну, в мире очень много лжи. Еще раз говорю, во всем мире, во всем мире 7 миллиардов, во всех школах учат шар. Иначе бы вода стекла и люди бы умерли от жажды. Если бы был шар. Вот так. Я тебе показывал, как об этой теме говорить. Я не верю в это. Просто ты дурью маешься и не добрал... Ну, видите, комментарий, вот он уже говорит... Решил поиграть. Это вопрос уже, то есть, как о Филиокве. Там сколько? Было 300? Ну, на соборе. Да. Половина. Там один, два. Сейчас не об этом решить. То не надо брать там. Но есть люди, значит... Это верно. Он не утверждает, что это... Идите путем древним идти к вере. Но не о том, что в космосе, электричество и прочее. И ссылаться, что Златоуст, Василий Великий, они ничего в этом не знали в открытиях. Они не знали, что голос можно записать, а потом передать эту проповедь его Златоуста. И можно снять, и можно другим передать. Они ничего этого не знали, что есть голография, которая прямо показывает как человек. Они не знали ничего этого. Голографию это кто вам прислал? Я вам прислал голографию. Да у меня в этой голографии море было. У нас человек был знакомый, мы с ним встречались, который эту голографию сам показывал. Да вы что? Да. И вот это самолеты, которые... Ему разницы никакой не было, что показать. Вот он сидит с бабками, разговаривает. Я с ним разговаривал, он при нас не показывал. Но она говорит, тетя Тоня. И он говорит, ну вот вы мне не верите. Вот сейчас выйдите, посмотрите какое облако. Он стоит рядом с нами. Мы вышли, да, действительно облако. А теперь смотрите внимательно. С этого края я сейчас появлюсь. Подошел ноги свесил. Здорово. Разговаривает с ними на облаке. Мы, говорит, опешили. Смотрим, Сережа здесь и Сережа там. Потом сидим, говорит, так он показал. Рыба в окно заплывает и по комнате поплыла. Большое осетеры. Там акула выплыла. И у него там маленький такой... Большие, огромные рыбы. Как вот эта голография. Кита. Поднимается и падает. Это уже я слышал лет 30 назад. Так что ничего ты нового тут не принес. Я тебе только скажу, если одна ложь... Вы слышите. Если одна ложь с человеком защищается, то за ним уже все время... Причем это сосуд дьявольский уже. Он с ложью. И ему разницы нет. Он будет везде потолки придумать. Что угодно. Почему? Это не он делает. Это его же этот... Топтун под окном. Шурик. Его этим наталкивают. Разницы нет. У конца края лжи этой не будет. Запомни. И лжи царствие Божие не наследует. Это... Еще есть что-то? Это... То есть, к спасению это никак не повредит? Повредит. Это полностью как. Еще один вопрос. Он обуявный. Бесноватый. Один вопрос. Это беснование. Беснование. Еще раз говорю. Мальчишка. Видел, как он... Когда сказал... Он сразу... Он другой делает. Это вообще надо придумать. Это кино. Видел, как он сразу раз глазами. Вот так. Это кино. Почему, скажи, эти колдуны, когда умирали, они всегда просят, чтобы кто-то подошел за руки взять его. Поэтому за руки лишний раз не хватайся. Почему это делают? Передать. Передать. Он не может умереть. И поэтому в деревне у нас знали, ведьма была, когда нужна ломами, вот эта матка идет, матиса, вверху. Ее надо приподнять маленько еще-то. И тогда она закричала, понесли, понесли. То есть демона ее схватили и понесли. Ты играешь в опасную штуку. Это очень опасная игра. Дьявол это все принимает, как есть, как свое. Так что оборони и помилуй, Господи, от этой лжи. Выброси с головы всякую муть. Земля шаг, доказывать не надо. Для этого достаточно данных. Так, все, ребята. Больше ничего нету? Вылазь из этой лжи. Ты в нашем дурдоме окончишь.